Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Угроза для общества». Приятного просмотра! Два темнокожих паренька зашли в магазин и тут же открыли пиво. Женщина нервничает и присматривает за ними, чтобы они ничего не украли. Её муж-продавец постоянно повторяет «Заплати и уходи!» «Ненавижу вас, узкоглазых!» — уходя кинул пёс. «А мне жаль твою мать!» — ответил кореец. А отморозку это не понравилось, и он тут же пристрелил продавца. А от его жены потребовал отдать кассету записью. Его дружбан в шоке от происходящего. Вскоре из подсобки послышалось ещё несколько выстрелов, и женщина затихла. В кассовом аппарате пёс нашёл всего 6 долларов, зато нагрёб денег, обыскав труп бедолаги азиата. Вот так Кейн Лоусон зашёл за пивом, а вышел соучастником убийства и вооружённого ограбления. У них на районе всегда так, никогда не знаешь, что произойдёт в следующий момент. В конце 70-х батя Кейна продавал наркотики, а его мамка сидела на игле. Иногда она использовала товар до того, как он успевал его продать, и тогда отец избивал её. Малыш Кейн рано познакомился с преступным миром. На улице Пёрнелл дал ему хлебнуть алкоголя, и малой грязно выругался. Тогда же Кейн впервые взял в руки пистолет. Позже Пёрнелл занимался воспитанием пацана и сделал из него мошенника. Целыми днями Карен ждёт свою дозу, пока её муж Тед рубится в покер. Пятилетний Кейн наблюдает сцену, как один из друганого отца отказывается отдать долг. Ещё и жёстко посылает его. Тед, недолго думая, расстрелял наглеца. Так Кейн в первый раз увидел, как его отец убил человека. Но это был не последний раз. Вскоре он к этому привык. 1993 год. Кейн закончил школу. Он посещал только половину уроков. Остальное время он торговал травкой. На улице узнаешь намного больше, чем в любой школе. Кейн неровно дышит к молодой мамочке Ронни. Он много времени проводит с её сыном Энтони. Отец ребёнка Пёрнелл, который сейчас находится в тюрьме. Загремев за решётку, он сразу купил для жены с сыном дом. Отца Кейна убили, когда ему было 10 лет. Тогда мальчик стал жить у бабушки с дедушкой. Вскоре от передозировки умерла и мать. Старики поздравляют внука с окончанием школы. На вечеринку в честь выпускного Кейн пришёл со своим хорошо упакованным кузеном Харальдом. У него есть и бумер, и своя хата. Дом кишит местными ребятами. Кто-то просто бухает, кто-то играет в азартные игры. Воск в их компании был самым старшим. Это опытный преступник, готовый чуть что взяться за ствол. Пёс самый отмороженный чёрный на районе. Ему было всё пофигу. Шариф бывший бандит, принявший ислам. Он всегда всех поучает и пытается обратить в свою веру и других братьев. Стейси отвечает в компании за девочек. Он был подающим надежды спортсменам. После вечеринки компашка разделилась, и на Кейна с кузеном напали вооружённые бандиты. Они захотели отжечь тачку, но Харальд не спешил её покидать и отморозок расстрелял мажора, а Кейна ранил в плечо. Друзья находились неподалёку и повезли паренька в больницу. Они уговаривали Шарифа забить на Харальда, но не захотел его оставлять одного умирать посреди улицы. Вот так через неделю после окончания школы Кейна подстрелили из пистолета. В больнице он провёл неделю, просматривая гангстерские фильмы. Вместо бабушки Кейна приехала забирать Ронни. Пёс зашёл за своим дружбаном, но дедушка захотел поучить подростков уму-разуму. Мол, важно помнить о божьих заповедях и не убивать людей. Но по мнению пса, богу плевать на них, вон какое всё вокруг хреновое. Кейн же всегда пропускал все эти лекции деда мимо ушей. На улице пёс прикалывается над другом, вспоминая, как тот скулил как баба, когда его везли раненого в больницу. А вот Кейн помнит, как они распустили сопли и кричали «Не умирай, Кейн!». Но это всё ерунда. Главное, что они узнали, что за козлы их ограбили. Пришло время их мочкануть. Банда со смехом и шутками смотрит кассету, на которой пёс хладнокровно убивает корейца. Мало того, он продаёт копии этой кассеты по 50 долларов. Псу вручили дробовик, с помощью которого он будет валить уродов. Кейн ещё никого не убивал, но теперь он точно это сделает и отомстит за брата. Он нервничает из-за того, что пёс всем показывает кассету с мокрухой. А ещё он переживает, что во время разборок могут пострадать случайные прохожие. Два бандюка уговаривают продавщицу хот-догов дать им по бесплатной сосиске. В этот момент к закусочной подъехали друзья и надели маски. Сосисок чудаки так и не дождались, зато были бесплатно нашпигованы свинцом. Раненый пухляш добежал до стоянки, но там его уже добил воск. Кейн не почувствовал облегчения, зато понял, что может убивать. Утром он пришёл к Ронни и накидал ей денег в ящик стола. Ребята с района занимаются всякой фигнёй. В основном дерутся, пьют и разводят друг друга на бабки. Вдруг в квартал нагрянули копы, и шпана разбежалась. Я тебе мозги вышибу? Энтони так нельзя разговаривать. Ронни переживает, что пятилетний Энтони нахватается плохого от её друзей-бандитов. Кейну пистолет мешал играть в приставку, и он отложил его в сторону. Пацанёнок захотел посмотреть на ствол поближе. Кейн был не против. Бабах, гомик! Кричит Энтони. В этот момент в комнату вошла Ронни. Надавав сыну по жопе, она вернула Кейну его бабки, как делала это каждый раз до этого. Кейн говорит, что приглядывает за пацаном, как Пёрнелл приглядывал за ним. Так он хочет отдать ему долг. Парни зависают у Чонси. К нему домой пришёл какой-то усач и показывает фото машины, которую тому нужно будет угнать. Чонси чморит беляша, но заказ обещает выполнить до завтрашнего вечера. На дело пошли воск, Кейн и пёс. Последний, поработав линейкой, открыл дверь. Сработала сигнализация. Охранник на парковке к тому моменту уже вызвал полицию. Угонщики пытаются спрятаться, но по их следу пустили собаку, и та их тут же нашла. Кейна поймали впервые, поэтому его судили не за кражу, а якобы за попытку покататься. Пса отпустили с предупреждением, так как ему не исполнилось 18. Один жалкий Торчок пытается выбить у пса дозу в обмен на бургер. Тому это нафиг не нужно, и тогда Торчок предлагает взять у него защику. Тот возмутился и пристрелил наркошу. При этом, всё-таки забрал его гамбургер. Друзья в шоке от поступка отморозка. В тюрьме у Кейна нарисовалась проблема. Полицейские взяли его отпечатки пальцев и сравнили с теми, что были на бутылке, которую он кинул в магазине корейцев. Детектив его жёстко обрабатывает, но Кейн понимает, что без кассеты у копов на него ничего нет. Вскоре он вышел на свободу. Шариф и Стейси собираются валить отсюда в Канзас и зовут с собой Кейна. Он слишком часто попадает в переделки. Друзья подозревают, что он отказывается из-за Ронни. Кстати, он может не переживать насчёт её бывшего Пёрнелла. Он получил пожизненное без права на амнистию. Кейн купил себе крутую тачку, но у неё были отстойные диски. Он знал, где их достать и платить Кейн не собирается. Ему достаточно найти простофилю и отобрать его тачку. И вскоре он одного такого присмотрел. Прямо посреди белого дня он сел в машину к чуваку и ткнул ему в лицо пистолет с требованием отдать ему диски и магнитолу. Кейн разгорячился и потребовала дать ему также цепочку часы и пейджер. На новой тачили с крутыми дисками Кейн подкатил к дамочке, которую зовут Элена. Шпана устроила пикник. К компании подошёл отец Шарифа. И парни интересуются у него, почему его сын постоянно поучает их, как он таким стал. Оказывается, мистер Батлер работает учителем в местной школе. И его страшный сон, если Шариф загуляет с белой девочкой. Мужчина также настаивает, чтобы Кейн переехал в Канзас, пока его не убили как двоюродного брата. Его сына спас ислам. Сам он не мусульманин. Но если это помогает его сыну вылезти из всего этого дерьма, то он только за. Если Кейн хочет изменить свою жизнь, то он должен это сделать уже сейчас. Слова мистера Батлера заставили Кейна задуматься. Кажется, что только учителя и беспокоило его будущее. Местные привыкли, что их постоянно пасут легавые. Иногда о них останавливали без причины и арестовывали. Но как без причины? Достаточно того, что они были чёрными. Копы привезли друзей во враждебный им мексиканский район и сильно избитыми выкинули их из машины. Видать, легавые думали, что те им добавят. Но мексиканцы оказались хорошими ребятами и отвезли их в больницу. Туда проведать Кейна пришла Ронни и поделилась радостной новостью. Она нашла работу секретаршей. Правда, это работа в Атланте и ей придётся уехать из района. Но что важно, она зовёт с собой и Кейна. Если он здесь останется, его или убьют, или посадят в тюрьму. Отлёживаясь в больнице, Кейн крепко призадумался, чем он будет заниматься в будущем. Бандитская жизнь ему по душе. Но Ронни ему нравится, как и Энтони. И ему не хотелось бы, чтобы он шёл по его стопам. В связи с отъездом Шарифа, Стейси и Ронни была устроена вечеринка в доме последней. Энтони также не против хлебнуть пивка. Но мамка кайфоломщица предлагает только сок. Позже пацан вышел на крыльцо, чтобы всё-таки выпросить пиво. Но мама снова его обломала. Ронни позвала Кейна к себе в комнату, чтобы узнать, думал ли он о её предложении. Парень не видит смысла в переезде. Он и в Атланте останется обычным ниггером из гетто. Но немного портачившись, Кейн всё же согласился. И тогда Ронни отблагодарила его в постели. После этого к хозяйке дома начал грязно приставать Чонси. Девушка сопротивляется, а Кейн попросил у пса его ствол. Кейн накинулся на Чонси и сбил его рукояткой пистолета. Вскоре посреди ночи Кейну позвонила Элена, девушка с пикника, и рассказала ему, что беременна. По словам Элены, кроме него она ни с кем не была. Кейн же отвечает, что он пользовался хорошими резинками. И вообще он занят. Чонси затаил обиду на Кейна и собирается отослать в полицию копию кассеты из магазинчика корейцев. А тем временем сам Кейн и Ронни приехали в тюрьму, чтобы поговорить с Пернелом. Заключенный хочет перетереть именно с Кейном. Он удивляется, почему его воспитанник ни разу к нему не приходил. А ведь письма, которые тот ему писал поначалу, очень ему помогали. Он разрешает Кейну уехать вместе с Ронни. Пернел хочет, чтобы она была счастлива. Также парень должен позаботиться о его сыне. Важно, чтобы Кейн внушил ему, что он не должен жить, как они. Когда парень вернулся к себе на район, в его голову уперся пистолет. Но это прикалывался его дружбан-пес. Вдруг к ним подошел какой-то незнакомец и поинтересовался, кто из них Кейн. Оказалось, что это двоюродный брат Элены. И ему не нравится, как он ее бросил. После словесной перепалки Кейн накинулся на наглеца и начал жестко ему наваливать. Но нашего героя остановил дедушка. Он завел внука внутрь и заявил, что больше не хочет видеть его в своем доме. Вечером он должен уйти. Мы сожалеем, Кейн. Вы не очень-то сожалеете. Вы выбрасывайте меня из дому. Кейн рассказывает о своем переезде уже через пару недель и просится побыть это время здесь. Но дед требует, чтобы он убирался отсюда как можно скорее. В день отъезда в Атланту, пес рассказал Кейну, что их ищут копы из-за ограбления магазина. Пес в ответ сдал Чонси и теперь хочет завалить его прежде, чем до них доберется полиция. Шариф и Стейси помогают Ронни с коробками. Девушка напрягла и пса, чтобы остаться с Кейном наедине. Парень признается, что хотел бы заехать к бабушке с дедушкой, чтобы попрощаться. В то же время Элена уговаривает кузена остыть, но он с дружками собирается разобраться с Кейном. В машине банда зарядила стволы. По двору на велосипеде катается Энтони. Из-за угла выехала машина со стрелками в масках. Проезжая рядом с пацаном, они открыли стрельбу. Первого расстреляли Шарифа. Пес начал отстреливаться. Кейн под градом пуль побежал к мальчику и накрыл его своим телом. Его всего изрешетили, но ребенок остался невредим. В агонии Кейн умирает на руках у Стейси. Он не ожидал, что этот говнюк вернется к нему с автоматом. Вот так всегда у них на районе. Никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. Он натворил в своей жизни слишком много, чтобы продолжать. Как-то дедушка спросил у него, тебе все равно, жив ты или мертв? Нет, конечно, не все равно, но уже слишком поздно. Субтитры сделал DimaTorzok